Всем привет! Меня зовут Ирина, и вы на канале репортажа Моей Жизни. Сегодня закрываем перец в томате. Может быть, кто-то это назовёт лече, но я не знаю рецепт настоящего леча. И никогда его не делала, и не заморачивалась, и не искала никогда. Я вот делаю так, как делаю. Перец в томате. Но вот, к сожалению, начальное видео, в котором я с вами здорова, я что-то там болтаю, подготавливаю томаты к переработке. Оно было мной безвозвратно удалено, по нечаянности. Но я думаю, что это не важно, потому что, как перерабатывать, мыть, резать и пропускать через мясорубку томаты, вы все прекрасно знаете, да? Да и времени вашего займу поменьше. Короче, помидоры пропускаем через мясорубку. Я пошла, набила ревизию в своём урожае и пропустила через мясорубку все помидоры, которые мне не понравились. Вот, хоть фотографию я вам покажу того количества томатов, которые подготовила на переработку. В итоге у меня получилось 7 литров томатного пюре. Вон там кастрюлька на газу стоит, её видно. Ну а дальше моем, чистим и режем сладкий перец. Вот так я его порезала. Вы можете резать, как вашей душе угодно. Моей душе сегодня угодно вот так. Томатное пюре для такого количества перца, конечно же, пойдёт не всё. Нет. Я вот по своему опыту, опять же, да, опять же, всё на глаз. Я вот примерно знаю, сколько нужно. Вот чашечка у меня 4-х литровая, вот это вот, объём вот этой чаши 4-х литровой. Вот 4 литра у меня нарезанного перца. Так, сейчас возьму таз. Сколько сейчас налью пюре, я вам скажу. Кастрюлька у меня мерная. Так. Сейчас прикину так. Ещё чуток. Вот, пожалуй, этого будет достаточно. Так, что у меня получилось? Сейчас. Так, 6-7. Так, раз, два, три. Три литра. Три литра я налила томатного перца. Так, включаю газ. А это оставим для другого рецепта. Сюда я ещё добавлю морковку, лук, чеснок, острый перец. Пока это у меня сейчас немного будет увариваться, я подготовлю остальные овощи. Вот сюда будет достаточно одной вот такой луковицы. Я её обжарю. Это будет намного вкуснее. Лук порежу полукольцами. Вы знаете, я так подумала. Наверное, я ещё половинку луковицы положу. На сильном огне жарю. Вот такую вот морковку. Ну, не знаю, наверное, положение целое. Натру на тёрке по-корейски. А что я в тарелку-то? Натру, прям, вставку. Чё? Ну, всё, дотирать больше не буду. Вот что у меня от неё осталось. На мой взгляд, вот того, что я начёрла, достаточно. Вот, посмотрите, как у меня зажарился лук. Ох, хорошо зажарился. Добавим к томатам. Я посолю и послащу на свой вкус. У меня покипело минут 15. Я добавлю сюда, ну, вот так вот, душистого перчика. И пропущенный через мясорубку чеснок и острый перец. Чеснока у меня, ну, зубочков 10 средних. И один стручок острого перца. Ну, опять же, говорю, остроту пробуйте сами. Можете вообще не ложить, если... Ну, ещё минут 10 там покипеть. Мне захотелось туда ещё добавить укропчику. Укроп у меня замороженный. Ну, чтобы так, зеленушка глаз радовала вообще. Но нет у меня в этом году ни петрушки, ни сельдерея. А так я добавляю зелень петрушки и чуть-чуть сельдерея для пикантности. Ну, оставила под зиму и петрушку, и сельдерей, да. А по весне зелени практически не было, а были только одни цветы. Короче, ушло всё в цвет. Так что осталось без петрушки и без сельдерея. Поэтому укропчик. Так, последняя контрольная проба на специи. На соль, на сахар. Всегда пробуйте жижу. Никогда не пробуйте там вот перец, огурчики, там, что вы закрываете. Всегда пробуйте жижу. Перчик, кстати, тоже любят, чтобы было послаще. Так же, как и помидорки. Острого перчика предостаточно. Соли тоже. А вот с сахарку-то я, пожалуй, добавлю. Покажу вам, какая красота. У меня в тазу вот здесь. Вот, смотрите. И не только красота. Ой, и не только красота. Но очень-очень вкусно. Кладу перец. Огонь сильный у меня. Я постоянно помешиваю. Ну, чтобы он равномерно прогревался. Сейчас он у нас сядет. Сбланшируется, скажем так. У меня начало закипать, но огонь я не убавляю. Я постоянно помешиваю. Вот, минуточку подожду, помешаю. Минуточку подожду, помешаю. Перчик равномерно прогревается. При вот таком вот кипении, булькании. Ну, уж если у вас там совсем, да, чересчур там буррит или огонь, можно убавить. Так мы будем варить перчик. Минуточек 10. Тогда он в нашей заготовочке получится хрустящим. Главное в этом деле, чтобы он равномерно прогрелся и поменял цвет. Прошло 7 минут. Вот, посмотрите, как он осел и почти весь-весь прогрелся. Вот, теперь я сюда добавлю уксусные эссенции. Думаю, 2 чайные ложечки, такие полные, будет достаточно. Ну, и дам еще, ну, минуточек 5 побулькать. Да, получилось чуть больше 10 минут, но, может, ну, 15. Ну, опять же хочу сказать, это зависит от вашего объема, сколько вы делаете. Было бы меня поменьше, я, может, уложила 7, ну, не знаю, 7-10 минут. А тут получилось, ну, да, минут 15, наверное. Вы знаете, я попробовала и добавила еще одну чайную ложечку эссенции. Да. Готовьте, пробуйте, как вам нравится. Ну, все, теперь по баночкам. Ну, что я вам хочу сказать. Глаз почти алмаз. У меня осталось, ну, вот, наверное, пол-литра вот такой вот, вот такого вот вкусного соуса, да, с макарончиками на ура пойдет. Вот такой очередной кулинарный шедевр из рубрики «Без рецепта» у меня получился.